Добрый вечер! Вы смотрите программу «События». Сегодня в выпуске. Магазин «Березка» обновили быстро. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, качество которому доверяют многие. А теперь на эти темы подробнее. Речичане по достоинству уже оценили реконструированные магазины торг-сервиса «Ветеран» и «Универсант Центральный». Эти торговые точки сейчас полностью соответствуют современным стандартам. «Березка» стала следующим магазином, который после ремонта радушно распахнул двери покупателям. Ремонт магазина «Березка» предприятие «Торг-сервис» выполнило в рекордно короткий срок. За три недели магазин изменился до неузнаваемости. Фасад здания украшает фигурные стеклопакеты, над входом яркое название и березовая ветвь. В вечернее время все это сияет неоновыми огнями. Внутри стены теплых тонов, на полу керамическая плитка. Оригинально смотрятся и Т-образные светильники. Торговое оборудование заменено на 80% и полностью соответствует современным требованиям. Установлены четыре новые кассы, причем расплатиться покупатель может не только наличными деньгами, но и по безналу с банковской карточки. Кондиционеры, видеонаблюдение и даже служба охраны. Магазин «Березка», как и другие обновленные предприятия «Торг-сервиса», работает по принципу самообслуживания. Внедрены и новшества – отдел сопутствующих товаров, кафетерий, где будут продаваться изделия собственного производства, торг-сервисы, торты, булочки, пирожные. Модернизирован рыбный отдел. Появился аквариум с живой рыбой. Чистка рыбы бесплатна. Здесь будут и осетры тоже плавать. Для нас нет центра города, окраина. Везде живут наши жители, и везде должен быть ассортимент, который должен им дать право в выборах. Именно по этому принципу мы подходим. Особенно приятно то, что это не какая-то разовая акция на торговом предприятии «Торг-сервис», а системный подход. Системное выполнение того плана, программы развития торговли в городе, при котором потребители имеют только лучшую торговую сеть, лучшие товары, дешевые и качественные. И я уверен, что Олег Федорович и вся его команда не остановятся на этом. Мы увидим еще не один аналогичный объект, и один из них в ближайших – это будет наши страны по лесу. Спасибо вам. При этом я бы хотел еще отдельно добавить, что это не только мнение Реческого исполнительного комитета, что торговля организована на хорошем уровне, но и эту торговую точку посетил заместитель министра торговли и дал самую высокую оценку. Разделяют нашу позицию. Поэтому хотел бы поблагодарить коллектив за такой достойный объект. Открытие «Березки» сопровождалось рекламной акцией. От Гомельской фабрики мороженого первые покупатели получили в подарок мороженое. Да, это наш магазин. Мы здесь живем 32 года, и это наш магазин. Мы очень давно ждали ремонта этого магазина. И слава богу, дождались. Очень красивый магазин. Надеемся, что будет и в дальнейшем. И обслуживание культурное. 19 апреля – день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи называют их одной из основных причин высокой смертности в районе и рекомендуют вовремя обращаться за помощью к специалистам. Ольга Коротчикова проводит диагностику сердца на новом ультразвуковом сканере. Он появился в арсенале врачей-кардиологов Центральной районной больницы год назад. С его появлением исследования стали более глубокими и, увы, менее утешительными. Отклонения от нормы фиксируются все чаще и у детей, и у взрослых. Очень увеличилось количество непосредственно больных, как и с гипертензией, так и с ишемической болезнью сердца. Растет патология, особенно у детей. Вот сейчас мы смотрим подростков и именно детей призывного возраста, призывников. Начался у нас призыв со 2-го числа. Очень выросла эта патология. А это мониторинг сердечного ритма. Исследование стало доступно реччанам тоже год назад. Новый комплекс позволяет обнаружить нарушения ритма и ишемические реакции сердца. При обычном кардиографическом исследовании они не фиксируются. Мы в течение суток можем установить, в принципе, достаточно верный и точно диагноз для больного. Или исключить диагноз, который мы ему ставили ранее. Естественно, это влечет за собой изменения, корректировку лечения, сроки лечения. Конечно, это большой плюс. Медицинская наука шагает вперед. И в районной больнице сейчас достаточно оснащения для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, говорят врачи. Когда у человека возникают первые симптомы каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, боли в сердце, повышение давления, необходимо просто обратиться или к чистковому терапевту, или к кардиологу. И у нас есть достаточный арсенал исследований на начальных этапах этих симптомов. 16 апреля исполнилось 8 лет с начала работы первого белорусского GSM-оператора Велком. За это время мобильная связь прочно вошла в нашу жизнь, а имя компании стало синонимом высокого качества. Поэтому многие из нас доверили Велком свое общение. Сюжет на правах рекламы. Ко дню рождения компании мы решили показать, как работают ее специалисты, и обратились в фирменный центр продаж и обслуживания. Попасть в офис компании на улице Советская, 66, просто. Это место хорошо известно горожанам. Фирменный центр работает с 8 утра до 19 в будни, с 9 до 17 в субботу и с 10 до 15.00 в воскресенье. Для каждого из нас важен комфорт в использовании мобильной связи, а он сегодня невозможен без качественного сервиса. Для всех абонентов Велком высокие стандарты обслуживания воспринимаются как должное. Главная цель работы нашего офиса – это высокое качество обслуживания наших абонентов. Ведь, выбирая надежную мобильную связь, люди вправе рассчитывать на то, что она будет простой и удобной в использовании. Здесь, в офисе компании, мы рады ответить на любые мобильные вопросы, которые интересуют наших абонентов. Абоненты могут рассчитывать на компетентность и высокие навыки в работе компании Велком. Фирменное обслуживание Велком – это прежде всего отличная возможность получить достоверные сведения об услугах из первых рук. Сегодня новая информация весьма актуальна. На протяжении последних двух месяцев компания Велком осуществила целый ряд важных для абонентов инициатив. Это модификация популярных тарифных планов, большинство из которых теперь включает дополнительные минуты разговора. Это новые удобные тарифные планы – на связи для начинающих пользователей и драйв для молодежи. Это удобная новинка «Привет, земляки!» с возможностью выбрать выгодные тарифы на звонки и СМС. Сотрудники фирменного центра делают все, чтобы связь Велком приносила абонентам только позитивные эмоции и хорошее настроение. В этой непростой работе самое важное место занимают люди, которые каждый день помогают нам, отвечая на самые разнообразные мобильные вопросы. В силу своего характера мне нравится общение с людьми, а в компании Велком общение приобретает особенно яркие черты. И еще мне нравится помогать людям, знать, что моя работа приносит пользу. Будет ошибкой думать, что работа в фирменном центре Велком отличается легкостью. Общение с разными людьми требует особой ответственности. К тому же сама сфера мобильной связи предполагает высокий уровень знаний и профессионализма, а в силу своего развития – и постоянного совершенствования. Однако на вопрос о сложностях сотрудники центра Велком в один голос отвечают – неразрешимых проблем нет, и мы всегда находим оптимальный выход из любой сложной ситуации. Атмосфера в нашем центре продаж и обслуживания всегда располагает доверие. Все наши сотрудники настроены позитивно и доброжелательно. Каждый клиент у нас может получить квалифицированную помощь и ответы на все интересующие его вопросы. Убедиться в этом может каждый самостоятельно. Достаточно прийти в фирменный центр компании. Пусть даже у вас нет срочных вопросов, вы своими глазами увидите, как работает Велком. Завтра второй районный субботник. После первого субботника собрано 216 миллионов рублей. Часть собранных денег передана на строительство колокольни Свято-Успенского собора – всего 170 миллионов. Поступление средств на спецсчет субботника продолжается. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Прогноз погоды на выходные дни 21 апреля ожидается облачно с прояснениями на большей части территории временами осадки. Мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный – 6,11 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла. Днем 4,9 со знаком «плюс». 22 апреля ожидается облачно с прояснениями временами осадки. В основном мокрый снег. Ветер северо-западный – 6,11 метров в секунду. Временами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла. Днем плюс 4, плюс 9. Субтитры создавал DimaTorzok